ставку выше дать не могут но все говорили там вас по рекламе и так вот хотите заказываете что-нибудь круче блин это долгая история вам это че реально интересно из целого ты спасти свою любовь аленка до зубки себе сделала на лужу похоже знаете есть такая поговорка вот чем не меняй ты можешь поменять все зубы губы нос и не знаю волосы сделать но ничего не меняется господи сколько было на проекте я была год марина же не скандалистка зачем есть 150 но есть такая тема как старые участники у них есть реклама вот например есть аккаунт ну допустим у марина взять она постоянно батрачит то есть на реально работает на рекламу вот ну есть там не знаю какой-нибудь шоу-рум предположим с одеждой есть новички которым нужна эта одежда вот они эту одежду берут а марина у себя в аккаунте рекламируют поэтому старичков которые не дают уже рейтингов в эфире их держат за счет их аккаунтов потому что там хороший выхлоп по рекламе грубо говоря 90 тысяч это даже много но это кажется когда тебе говорят что например черные в эфире носить нельзя бартер там фиг дождешься потому что пока там это все договариваются и тебе нужно здесь и сейчас вещи ты их реально покупаешь сама то ну знаете не так уж и много это получается учитывая что если тебе нужен срочно стоматолог ты идешь к нему сама и нет есть конечно свои плюсы но 95000 нормальная зарплата не что есть участники которые получают 17000 рублей есть которые 30000 рублей получают два не просто так покинуть это правда ну честно правда но только тем у кого рейтинги вот есть участники которые дают рейтинги на тнт вот смотрите тнт есть у нас вообще мы актеры по договору вот и павел воля он например актер да там оля бузова тоже актриса там ведущая так далее вот каждый актер актриса ведущей дает свой рейтинг каналу и также участники дома 2 они также входят в этот список у нас же контракт с тнт там солярис есть такая организация вот и если ты даешь хороший рейтинг то у тебя хорошая зарплата и тебя оттуда навряд ли отпустят а вообще там есть испытательный срок 100 по моему 100 или 110 дней но в основном через 100 дней всех участников которые не нужны как мы их называли материалом их выгоняют ну чтобы на зарплату не ставить поэтому такая текучка там новички 100 дней зарплату вообще не получают я тоже не понимаю как там можно детей растить знаете это сейчас на наблюдаю ну за ребенком который там сейчас есть да и вот мне кажется пора оттуда уходить и уводить ребенка то вообще никакого развития ребенку в детский садик надо ходить они там сидят я вообще не понимаю вот это под камерами знаете как социопаты какие-то ребенку нужно развитие честно мне этого вообще не понять зачем там это василиса сидит с оля и с димой странные родители если честно самый высокий у рапунцеля капаклы и донцова не там будет вечно нет мая с лёша уже тоже давно рейтингов не дают они но у них все спокойно дают рейтинге скандальные пары рейтинг дает илья сейчас насти gold рейтинг дает алена давала ну сейчас дает потому что у нее ребеночек есть рейтинг дает оля с димой рапунцель поэтому они там бесконечно сидят и они сидят на хорошей зарплате насколько мне известно по моему только уволи 150 не знаю диме дали такую зарплату на него была такая же как у меня вот рейтинг дает сашка черно с ёсиком и все поэтому все остальные участники так себя она милена кстати с безусом тоже рейтинг дают но рейтинг дают те кто ругаются есть ты не ругаешься у тебя все хорошо то по факту ты не нужен проекту честно насчет блингранца вообще не знаю я не общаюсь с ним собирается не собираются я знаю что там сейчас должен ремонт делается на на площадке и все участники будут переезжать на сэшелу вот и соответственно я не знаю я просто не смотрю эфир может быть они уже там переехали все как бы поэтому этого не не знать вот но я думаю что 90 процентов новичков всех уберут потому что какой смысл всех перевозить мандезир там с юлей встречается поэтому ему и платят я себе вообще считаю простым человеком абсолютно расскажи операцию на грудь как сам расскажи операцию на грудь как самочувствие ощущения после операции слушайте мне делал хороший доктор пиманчев но скажу честно я врача не выбирала доктора то есть нас там такого нету вот кому скажут идти тому ты идешь но был по-моему несколько на выбор ну как бы не так что я там тыкнула пальцем хочу вот в эту клинику еду но выбирали хорошего доктора и вот я заплатил 15 тысяч за все анализы подготовку и потом была операция вот но и после операции на третий день очень больно было поэтому если у вас есть маленькие детки я вообще не представляю как можно сделать операцию на грудь когда у тебя маленький ребенок ты его даже на руки взять не можешь месяц это запрещено просто деньги начинают ребята платить на доме 2 через 100 дней поэтому если вы придете думаете что вы сразу начнете зарабатывать я вас уверяю вы можете уйти вообще ни с чем еще и опозорены на всю страну поэтому прежде чем идти на этот проект у вас должны быть как минимум запасы хотя бы если вы там курить это на сигареты потому что вас там никто не будет сигаретами снабжать где твой магазин вот и там посылки в шапке профиля марина пишет ну чё уже как лепешку разбираться квартира есть машину тоже но они сидят и чё нет ребят ну вот вам платят 150 тысяч они как как работа у них это видимо какие-то цели преследуют все участники не просто так тем более если тебе спокойно на проекте ты не ругаешься со своим мужчиной почему тебе там не сидеть одно дело когда ты постоянно в центре внимания постоянные конфликты и у тебя ну роль скажем так все это можно назвать не очень другое дело когда ты оленький цветочек да и тебя в эфире показывают только с твоей собачкой совершенно другое зачем ты постоянно волосы убираешь не поняла вопроса маргош спасибо за тему интересно рассказываешь по моему яркий год не жалеешь времени на доме 2 немного кто этот вопрос задает я сначала говорила что наверное жалею но вообще вот сейчас проанализировав прошло время не жалею вообще это опыт это школа жизни в любом случае только плюсы сейчас за счет того что я была долго на проекте я не работаю мне реклама есть до сих пор вот и я скажу что я заработала там больше миллиона на рекламе поэтому дом 2 в любом случае только плюсы но нервы вот это минус от этого никуда ты простыла что-то как-то так себя неважно чувствую так насчет ксюши бузова не хочу отвечать на вопросы почему пингвина не тур ну вот не знаю марго когда будешь конкурсы разыгрывать ребята я разыграла все конкурсы я спокойно отпустили но илюха тогда поругался с продюсерами он послал на три буквы съемочную группу и как бы поэтому мы с психами ушли он захотел вернуться я естественно не потому что это была моей целью уже очень давно и я же не дурочка выгон там реально для админ решают это жесткий вопрос не буду отвечать зачем с Ильей встречаться начала других не было кандидатов вы тоже знаете такой вопрос мне все задают вот рита он же вообще как бы такой да и вот вам отвечу смотрите вот вы оказываетесь на одной площадке и вот она замкнутое пространство там допустим 40 человек вы живете там месяц и вот через месяц вам начнут нравятся те или иные люди потому что вот ну ты начинаешь рассматривать уже не внешние внутренние качества но илюха как человек очень хороший ну естественно я могу сказать что выставляют многих не тем кем они являются на самом деле поступки конечно у него есть такие так себя но в целом человек он хороший конкурсу алены реальный я думаю что да ну как бы это же телевидение ребят маргош сейчас уже через 50 дней начисляют зарплату лучше сомневаюсь если уйдут они не только разойдутся нажирать нечего будет вот и сидят ваше для этого рожали отрабатываются еще разят ну так то да мне тоже так кажется строково дает рейтинг я не знаю ребят дают рейтинг и те участники которые ругаются ругаются если пара не ругается она нахер не нужно проекту приходит продюсер говорит о чем кино и снимаем дорогие я же объяснила для чего участники старички нужны проекту на них держится реклама в инстаграме так как у них много подписчиков соответственно у них дорогой пост поэтому всякие там типа наращивание ресниц ногтей вот это вот все кто приходит марина отрабатывает она конечно вообще как лошадь в этом плане то есть она ее в кадре может быть нету да вот в плане ссор но она работает классный был год и я считаю что вообще классно если честно и не могу сказать что ужасный какой-то нет у меня очень много всего хорошего в жизни произошло я его с радостью провожу наверное даже взгрустну все равно какие-то моменты такие счастливые я на алтая побывала в этом году очень классно и с удовольствием встречу новый год потому что все новое для меня это ну безумно вообще любопытно мне все это ты очень простая будь всегда такой спасибо бесплатно делала грудь грудь мне делал проект но мне сделали грудь то есть одну грубо говоря там грудь стоит опираться там 300 тысяч рублей зарплату поднять не могут но вот как бы типа грудь в честь зарплаты то есть ну там 50 тысяч поделите получается типа зарплата 150 и вот 300 делим на полгода ну вот типа так вот они могли поднять секс на проекте тоже по сценариуму бред как относишься к ольге рапунцель я же вам уже сказала я к этому человеку адекватно не могу относиться на неадекватное спасибо марго за ответы лучше спасибо аллергийной операции не было кто из будущих нравится мне нравится в ладка доня не хочешь обратно на проект ребят честно не хочу есть что-то о чем жалеть в жизни я думаю что о чем же я жалею наверно не хочу ребят айкос я курил периодически не могу я бросить этот айкос дурацкий но хочу думаю что на бали возьму с собой пару пачек блоков вот и там я очень надеюсь что брошу просто потому что там очень дорогие стики будут зачем рапунцель уходи зарплат стабильно всем обеспечивают ну ребенок как бы надо развитие отдавать мне кажется нет они сидеть в периметре ты классно спасибо фигель на чернометка по сценарию ребятчики вот не могу этого рассказать сколько за рекламу сейчас получаешь но у меня story стоит 4000 пост 8 видео 15 видео обзор тоже 15 скажи про черное мнение я к сашке хорошо отношусь что на боли будешь делать я буду заниматься рекламой сейчас у меня запустился мой